Ну а это факты, где отчетливо видны последствия цветных революций. Ливия вот уже 10 лет без медицинской помощи. В стране система здравоохранения пришла в упадок. ООН предупреждает, стране может грозить гуманитарная катастрофа из-за коронавируса. Здесь за последние две недели число подтвержденных случаев COVID-19 удвоилось. Некогда процветающая страна Ливия сегодня погружена в хаос. А ее богатство нефть используется в качестве оружия против собственного народа. Ливия. Некогда благополучная нефтедобывающая страна с высоким уровнем жизни населения. Сейчас находится в состоянии непрекращающейся гражданской войны. В 2011 году страну зацепила эпидемия цветных революций на Ближнем Востоке. В историю эта серия переворотов вошла как арабская весна. В отличие от Туниса или Египта, кризиса безработицы в Ливии не было. Мешательство внешних сил сделало ставку на радикальных исламистов. Как результат, страна фактически распалась на несколько территорий. Контролируемых разными группировками. Население живет на грани нищеты. У меня здесь раньше был холодильник. Мы продавали рыбу по всему району. Во время войны пришлось бежать. А когда вернулись, видите, все сгорело. Холодильник был источником дохода для меня и еще двух семей. Хорошо работали и в помощи не нуждались. Купил машину, семью обеспечивал. Я рыбак с 25-летним стажем. Холодильник сгорел. И сгорели все мои надежды. За 10 лет система здравоохранения Ливии пришла в упадок. Война уничтожила большинство больниц и поликлиник в стране. На те, которые уцелели, регулярно нападают, оборудование расхищают, а врачи становятся объектами запугиваний, нападений и похищений. Неудеется, что свирепствующая в стране пандемия COVID-19 выходит из-под контроля. За последние две недели число подтвержденных случаев в Ливии более чем удвоилось. По состоянию на 1 сентября было зарегистрировано 15 156 случаев и 250 смертей. Мы видим проблему сквозь замочную скважину. Крайне недостаточный уровень тестирования, отсутствие медицинских учреждений и отслеживание контактов означает, что истинный масштаб пандемии в Ливии во много раз выше. К слову, при Муамаре Каддафи рождаемость в Ливии увеличилась в три раза, а детская смертность снизилась почти в 10 раз. Дело в том, что огромная часть нефтяных доходов направлялась на социальную сферу. Медицина была бесплатной, больничный персонал получал достойные зарплаты. Эксперты говорят, последствия цветной революции в Ливии на сегодня – самый яркий, отрицательный пример в регионе. Ливия – самый яркий, отрицательный пример. При Каддафи уровень жизни у них был самый высокий в Африке. Были отстроены красивые города с прекрасными магазинами, школами, больницами. Была масса программ по дотации населения. Когда вы покупали новую машину, вам вторую давали бесплатно. На покупку дома давали кредит, потом он погашался государством. Работали сильные программы по поддержке молодых семей. После свержения Каддафи все это накрылось. И сама Ливия фактически раскололась. Главной жертвой конфликта – простые ливийцы. Богатая газами нефтью страна не может обеспечить своим гражданам образование, здравоохранение, недостойного уровня жизни. Хуже того, она не обеспечивает даже их безопасность. Около 200 тысяч жителей Западной Ливии были вынуждены стать беженцами. За 9 лет война в Ливии превратилась в коммерческое предприятие, которое секторально вращается вокруг нескольких областей. Нефть, газ, водные ресурсы, потребительский рынок, военизированные группировки, торговля оружием и прочее. Многим невыгодно, чтобы это прекращалось. Вдобавок ко всему страну захлестнули массовые протесты. Многотысячные демонстрации проходят как в западной, так и в восточной части Ливии. Люди устали от войны и от того, что социально-экономическая ситуация постоянно ухудшается. И винят во всем вмешательство внешних сил. ООН при этом предупреждает, очередной виток эскалации может начаться в любой момент, поскольку противоборствующие стороны наращивают свой потенциал, получая извне боевиков и оружие. Ольга Давидович, Татьяна Волкова, Агентство теленовостей.